Всем привет! Я сегодня с утра опять собираюсь по делам. Мишка с Катей залезли в бассейн. Мишка в своем домашнем аквапарке купается с самого утра. Сразу попросился, мама, можно в бассейн? А Катюшка за ним присматривает. Потому что, как показала практика, с Мишкой может что-нибудь случиться. На Катюшку я его отставляю и еду по делам. Слушайте. Так, минутку. Так, все открыто, все здорово. Садимся в машинку и я вам еще кое-что расскажу. Ой, я с утра с трудом очистила машину от сена. От соломы, точнее. В который раз теперь ее нужно, по идее, проподисосить. Я хочу потом сделать химчистку сидений. Ну, сама своими средствами какой-нибудь день выбрать. Когда курей станет поменьше, я буду вычищать машину. Вымыть, вычистить, натереть пластик и купить чехлы. Я хочу чехлы красивые. Защитить сидения, пока они совсем не изнахратились. По поводу мух, которых я вчера травила и думала, что вообще, ну капец, там не справиться. Вы не представляете, мух уменьшилась раз в 10. Даже в индюшином вольере, где мы не потравили. В связи с этим, сейчас я куплю агиту, как и планировала. Тем более, что мне вчера пришла выплата на Амишу, что меня несказанно порадовало. Так что, если вам еще не пришла, обязательно скоро придет. Главное, чтобы была назначена. Вот. И я куплю агиту. Одну мы используем, опрыскаем, а вторую оставим в запас. Ну, вдруг опять мухи полетят. Но надеюсь, что скоро у нас бродеров не будет, и мух тоже не будет. Надеюсь, что и домой их меньше будет лететь, потому что, честно говоря, они меня достали. Но агита, это реально суперсредство. И если вас в вашем хозяйстве мучают мухи, да, она дорогая, но она того стоит. Те роящиеся... Короче, у нас их миллионы были. Ну, вы помните, я вам показывала. А сейчас их осталось, ну, несколько сотен. Этих я тоже хочу добить. Просто у меня есть еще поверхности, которые нужно агитой хорошенько опрыскать. И тогда мухам не поздоровится. Нужно в индюшином вольере хорошенько попрыскать. Нужно еще кое-что попрыскать в курином и у бройлеров. И все. В общем, едем по делам, едем за агитой. Возвращаемся. А, кефирчик еще куплю. Очень хочу кефира. Сегодня с утра я рис ест не стала, выпила только сок. Не могу заставить себя съесть рис. Он мне уже надоел за два дня. Я, правда, вчера поотступала от диеты, но все равно это не помогло. Не могу я только на одном рисе сидеть. Для меня это очень тяжко. Вернусь и буду поливать, потому что мои тыквы иначе завянут. Вчера же я их толком не полила, бассейн набирала. Что-то мне не везет, ребята. Купила агиту, поехала узнавать, а мое заявление не смогли найти. И результат по заявлению не выдали. Придется завтра еще раз подавать заявление. Представляешь? Катя. Катя. Мама, я. Что, привет? Привет. За вещами пойдем сегодня? Устроим мега-приверку. Мы собирались поливать, но пошел такой основательный дождик. Зато я теперь точно знаю, что, наверное, и грядки поливаются сами. Слышите, гром гремит. И, блин, в бассейн опять дождевая вода наливается. И бройлером жарко не будет. Сегодня у нас, наконец-то, погода сжалилась над нами, жара. Прямо так, знаете, пахнет классно. Влажностью. Влажность поднялась. Я довольная. Но все равно я проверю, чтобы все хорошо пролило. Но вообще он хорошо льет. Давай, дождик, не прекращайся. Давай часик полей, и все. И все норм. Останется только теплица. Я намыла уже вот сколько банок. Ну, там, в упаковках, которые в упаковках, а все остальные я намыла. И, Катя, я тебя просила залить еще. Вот намыла еще с крутящимися крышками. Сейчас буду заливать, раз Катя не залила. Вот у меня с крутящимися, чуть-чуть совсем осталось, на 2-3 мойки. И то, что дождь пошел, это классно. Так, смотрю, что Катюша не домыла плиту. Вот так вот. Как классно после жары дождь. Вот реально. Иду смотреть, насколько дождь справился, пролил мне растения, и как чувствуют себя мои пташки. Ну, пташки, я думаю, что все мокрые. Ой-ой-ой. Что-то я тут потыкаюсь. Все равно клювы открыты, все равно им жарко. Что, вам жарко? По мне так вообще обалденная температурка сейчас. Обалденная. Прям классная. Так, курам я сегодня корм не сыплю. Пускай да выбирают все, что там есть. Кину им только ракушку. Так, у них тут заквасилась вода. Надо будет воду поменять. Оп. Давайте. У бройлеров все норм. Только, знаете, единственное, я думаю, что агита смылась дождем. Это плохо. Смотрим, если сегодня-завтра дождя больше не будет, то я обработаю еще раз. Вот они ко мне лезут, и все. Так, яблоки не собраны. Еще надо яблоки собрать. О, господи. Огурцы соберу вечером. Яблоки, наверное, тоже соберу вечером. Сейчас посмотрю, как пролила кабачки. Вроде везде мокро прямо. Но вот я не знаю, достаточно ли. Потому что растениям вообще воды не хватает. Ну-ка. Как у вас тут земля? Нормальная? Вроде пролила. Так, здесь у меня что? Кабачочек растет. Завтра, наверное, уже дорастет. Скоро будут кабачки. Новая партия. Знаете, мне все равно кажется, что у меня кабачков маловато. Мне кажется, что они должны больше плодоносить, чем у меня это получается. Вот с этими кустами я вообще не знаю, что. Что вот им не так? Вообще ничего не растет. Какой-то карликовый куст. Что с ним? Может кто знает? И вот этот тоже самое сделает. То есть он вообще не плодоносит. Видите? И листья какие-то странные. А рядом нормальный куст. Может быть с семечкой что-то не так. Так, тут у меня растут кабачки. Вот этот вот что-то он желтеет. Хотя вроде бодренький такой. Ну, такое ощущение, что он портится. Так, что у меня здесь? Тоже вот. Вот что вот это пошло? Новые листья пошли какие-то ужасные. Так. Растение тут лишнее. Убираем. И вот тоже кабачок. Вроде нормальный. К концу сухой. Что с ними не так? Воды не хватает, наверное. Ой, как с вами сложно, кабачечи. Так. Ну-ка. Тут у меня что? Вроде плоды собираемся завязывать. О, вот там вот кабачок хороший. Растет. Пока не буду рвать. Пускай еще подрастет. И здесь у меня где-то были... Во! Класс. Пусть малек подрастут. Я их тоже соберу. А вот в ту сторону начало расти. И ничего. А вот тот куст взял и погиб. Ну, я считаю, что это погиб. Потому что он не плодоносит больше. Вот как-то так. Сорняки начали опять с новой силой переть. Показала вам свои кабачки. Может, кто-то что-то скажет мне по поводу них. Смотрите. Здесь тыквы сами. Самопосаженные. То есть я их не садила. А они растут. Вот подлез сорняк опять. Ну, нужно будет это все выдирать. С одной стороны он тут мешает. С другой стороны препятствует высыханию. Если не знаешь, что лучше. С огурцами беда. Вот они вот какие-то вот такие вот все. Постепенно снизу вверх идут и гибнут. Но при этом, при этом, смотрите, верхушка зеленая. Мне писали уже, что воды не хватает. Но я стараюсь уже изо всех сил каждый день поливать по максимуму. Все равно такая ерунда. Тут у меня... О, возобновил рост один из огурцов. Саша сказал, что если их на веревку закручивать по часовой стрелке, то они будут по ней ползти. Не больно-то они хотят это делать. Так, ладно. Сегодня у меня другая задача первостепенная. Так, ну, вроде все полито. Так что можно полить только теплицу. Сейчас я соберу детей. Оставлю обратно Миши на сиденье. Соберу деток. И мы отправимся с ними в магазин. Покупать футболочки, маечки, костюмчики Миши новые. Немножечко обновим их гардероб. Так, ну, вроде ничего. Вроде неплохо себя чувствуют. И даже те, которые подвидали тыковки, получше себя чувствуют. Так, ну, ладно. Ладно, ладно. Поехали тогда. Давайте собираться. Лиза, ты собрался? Да. Миша решил одеть сразу теплую футболку. Лиза! Извини, пожалуйста. Нет, не извиню. В нашей семье собраться с ними куда-то со всеми. Это просто проблема-проблема. Одна грызки не убрала за собой. И бардак оставила. Другая одевается у нас по полдня. Шторка уже попортилась. Вот, смотрите, дырки, блин. Мишка ее залапал руками. До дырок наделали кошки. Придется, наверное, ее менять на другую. Кать, ты скоро? Миша, тебе не тяжело. Миша большой. Миша сам седушку несет. Ну-ка, Лиза, покажись, как ты заплелась сама. Все лучше и лучше. На голове только немножечко еще неровное. Вот этот пробор неровный. Я тебе снимаю его. Миша сильно его делала. Ну, как тебе сказать? Тынс, тынс, тынс. Ну, не очень. Не получилось. Немножечко по-другому надо делать. Ты видео посмотри, как его делают сами себе. Поучись. Вообще, уже неплохо. Ну, вы делаете. Вот он так будет тащить. Но мне не очень это нравится. Мишечка, может, что-таки Лиза понесет? У тебя же есть сестра, которая за тобой ухаживает. Катюш, ты забыла тазик. Катюшку тоже. Катюшка, красиво. Молодец. Наконец-то выгуливает эту майку. Да? Список где? А зачем ты его писала, если не секрет? А я помню. Ну, ладно. Рано, Маша, у меня камера тормозная. Привет. Привет. Давай, садись. Поехали. Приехали за бабушкой. Возьмем ее с собой. Отчасти, потому что ей тоже надо в магазин. Отчасти из меркантильных соображений. Потому что Миша в магазине одежды обычно ведет все атаку. Он заходит с одной стороны, выходит с другой. Поэтому Миша будет мучить бабушку убеганием от нее. Обязательно посмотрим, Катюша, когда выйдет. Да, бабушка, дети в кое-то веке пошли приличными. И в монных шортах. Вот. Что это у меня? Поцарапало руку. Ты даешь. Розовым кустом. В чем очень сильно. Ждем Лизу. Нет, это не Лиза. Мы, короче, съездили уже в один магазин. Сейчас во второй. И в перерывах между нашими покупками идет дождь. Постоянно. Вон она Лиза. Лиза, бегом! Бегом! Мы уже вернулись домой. В магазинах снимать напряжно. Потому что, когда троих детей одеваешь, это просто беда-беда. Ням-ням. Сейчас будем ням-ням. Все голодные, все уставшие. Заехали еще и в продуктовый. Купили молока. Кефира. И фейри. Так. Сейчас будем кушать. А в следующем видео покажем вам в отдельном, на другом канале. Ссылочка будет там, внизу, в описании. Все, что мы купили, девчонкам и Миша. И устроим такую грандиозную примерку. Кроме того, мы будем перемерять еще и старые все вещи. Искать, что малое, что нет. И вот, в общем, будет очень интересное видео. Зайдите, посмотрите. Ну, а мы кушать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok